На часах 8.00 Борис Дентимирович спешит в палату. Пунктуальность и крайняя сосредоточенность, и сдержки профессии. В экстренной хирургии эти качества как нельзя кстати. Почти 30-летний стаж работы показал это. Чтобы он оценивал быстрая реакция, где-то там наложить зажим, где-то перевязать сосуд, где-то вот такая должна быть реакция у него. Не стоять, не смотреть, не ждать, не думать о том, а что. В 8.30 по расписанию пятиминутка. Заведующему приемным покоем отчитываются врачи и медсестра. Лаконично о самом главном. Сколько пациентов приняли, кто в каком состоянии, были ли жалобы. Рита Шарбековна, здравствуйте. Как ваше здоровье? Спасибо, уже порой, что мне встать нет, как врачу надо. Борис Зантимирович на должности заведующего приемным покоем Республиканской клинической больницы уже 5 лет. Сравнивает свою работу с деятельностью дирижера. Он также синхронизирует и задает динамику работы в отделении. Бориса Зантимировича я знаю с 2006 года, когда я пришла сюда просто санитарочкой работать в больницу. Тогда Борис Зантимирович работал просто дежурным врачом. Ну, лет, наверное, 7 или 8 мы с ним проработали. Где надо, он и пошутит, и посмеемся на пятиминутке. Вот это все у нас бывает всегда. Но он строгий. Когда помощь какая-то нужна, он мне это никогда не говорит. Чем может, он всегда помогает нам. Всегда идет навстречу. Требовательный именно к работе. Требовательный к персоналу своему. Любит порядок. Я люблю, чтобы все было по полочкам, чтобы все у меня было гладко, четко, отработано, как механизм. И люблю смотреть, где, как работает. Ну, я смотрю по приему покой. Если где-то что-то, бывает же, где-то больше людей собралось в связи какой-то регистратуры. Естественно, я иду туда и разбираться, почему такая очередь. Затем у нас пятиминутка уже с администрацией, с главным врачом, с заместителями, проходит пятиминутка. После этой пятиминутки я возвращаюсь в отделение, и начинаются рабочие моменты. Борис Бецоев родился в Северной Осетии. Когда ему исполнилось три года, семья переехала в Среднюю Азию, в город Ашхабад. Отец работал миллиоратором, мать медсестрой. Уже в детстве мальчик влюбился в медицину. Мечтал стать хирургом и надеть белый халат. В первом классе это было. И, короче, мы баловались. Ну, первоклассники балованы в этом. И со мной этот одноклассник. Он рукой ударил по стеклу, а тогда были двери стеклянные. И стекло упало мне прямо на ногу. Вот такой разрез. И меня сразу на руках, моя учительница. Кстати, она сейчас тоже живая, в Нижнем Новгороде живет. Первый, по четвертый класс. И она меня отвезла в больницу. Ну, я же тогда не знал, привезла в приемную. Сейчас-то я это знаю, в приемную. Как мне два хирурга положили там клеенку, как они зашивали. Это все у меня оставалось в памяти. Это все осталось. И вот у меня желание стать хирургом. После школы Борис Дантимирович поступил на лечебный факультет Туркменского государственного медицинского института имени Дружбы Народов. Учился на твердую четверку. Увлекался вольной борьбой. Студенческая жизнь была достаточно насыщенной. С однокурсниками сложились теплые отношения. Поэтому даже годы спустя они регулярно собираются на встречу выпускников. Такой интеллигентный курс был. Все вспоминали, говорили, что такого курса в истории Медицинского института Туркменского не было, как наш курс. В настоящее время все они сейчас посты занимают. Кто министр здравоохранения. В Москве очень много моих однокурсников работают. После третьего курса Борис Дантимирович начал работать медбратом в отделении экстренной хирургии. Наблюдал за опытными врачами. На пятом курсе уже начал ассистировать. Моя первая операция, это, наверное, в перевязочной, там, вскрытие гноника абцесса было. Ну, так сразу-то я сам самостоятельно. Но я был студентом, мне позволили вскрыть абцесс в перевязочной. Вот это моя первая. Ну, затем уже первая операция была аппендиктомия. Удаление аппендицита. Операция несложная, но для начинающего специалиста настоящее испытание. Сделать надрез, удалить отросток, наложить швы. Все это должно быть исполнено безукоризненно. Когда кровит, ну, сосуды бывают разные. Но если крупный сосуд кровит, естественно, это страшно. Естественно, нужно, первое, найти этот сосуд, сразу перевязать, чтобы он не кровил. Человек от чего? От потери крови, геморрагический шок, все. Кумиров творить не нужно, а вот примеры для подражания должны быть, делится Борис Дансимирович. В начале профессионального пути это были старшие коллеги, с которыми он часто советовался. Когда я учился в институте, были там, у нас был такой профессор Тащиков, ученик Петровского. Я как раз у него на кафедре работал. Мне нравилось. У него были молодые ребята, оперировали. Мне всегда интересно это было. Я считаю, что все, кто здесь хирургом, они все где-то работали, где-то у них были руководители. Ну, все я привез оттуда. В начале 90-х Борис Дантимирович вернулся в Северную Осетию. Имея за плечами неплохой опыт, начал работать дежурным хирургом в Республиканской клинической больнице. Я когда приехал, очень сильные хирурги. Были очень, такая хирургия была в РКБ. Это просто такие уважаемые люди, такие как Царионов, Кульчев, Ахшар Агубевич, такие заведующие, как Дарчев, Бекмурзов, Ежов. Такие мощные хирурги были, мощные. Это просто с ними работать, это было одно удовольствие. Это были учителя, учителя, от кого надо было учиться. Профессия хирурга – это как пороховая бочка. Вот он сидит всегда на дежурстве. В любое время могут привести любую патологию и в любом состоянии больного. И с этим больным надо справиться, надо его прооперировать вовремя, все, чтобы он остался жив. Бывают огнестрелы, бывают ножевые, бывают дорожно-транспортные происшествия. Это экстренная хирургия. И там все случаи такие, так что надо быть всегда готовым. Бывает такое, кто увидит кровь, он падает в оморок. Но хирургу это не свойственно. Хирург должен быть стальные, железные нервы. Он должен смотреть на все, чтобы сразу все оценил. Некоторые такие сентиментальные бывают. А у хирурга такой не должен быть. Хирургии нет понятия сложно и легко. Стопроцентно сложно предугадать, как организм отреагирует на тот или иной препарат, объясняет Борис Зантимирович. Вся хирургия, она вся сложная. Когда удаляешь там ноготь, или бывает анафилоксический шок, и больной может погибнуть. Все в хирургии сложно. Все говорят, ну вот что аппендицит. Аппендицит тоже сложный. Сложное оперативное вмешательство. Все могут. Аппендицит, аппендицит рознь. Врачи приемного покоя за считанные минуты должны оценить состояние пациента и степень тяжести. В подобных ситуациях каждая минута на счету. Надо думать о том, что больной – это больной. Он не просто так приходит к нам в больницу. Он приходит за помощью. И мы должны от всей души понять его, выслушать его и, естественно, помочь. Первая задача врача – помочь больному. Если он нуждается в госпитализации, значит, надо положить его. Нуждается в лечении. И мы должны на значение сделать все. Я считаю так. Но себя надо ставить всегда на место больного. Говорят, с годами сердце хирурга черствеет. С этим в корне не согласны большинство специалистов. В этой профессии может быть железная выдержка, но неравнодушие. Доктор не всегда может сделать так, чтобы этот пациент выжил. Все зависит от тяжести состояния, от тяжести травмы, от тяжести всего. Естественно, врач переживает. Я хочу сказать, переживает. Очень сильно переживает. Если после разговора с врачом пациенту не полегчало, то в профессионализме специалиста можно усомниться, говорит Борис Дантимирович. Подход нужно искать каждому. Конечно, все эти навыки приходят с опытом. Есть категория больных, которые стерят, начинают ругаться сразу. Я понимаю, да. Ну, их тоже можно понять. Когда больной долго болеет, боли, человек начинает истерить. Ему больно. Он все понятно. Ну, сначала надо больного, мне кажется, полечить словом. Надо с ним поговорить, объяснить ему. Врачи учатся на протяжении всего профессионального пути. Это обязательное требование. Каждые пять лет они проходят курсы повышения квалификации. На семинарах опытом делятся профессоры и доценты из других регионов страны. Вообще должны быть выездные какие-то повышения квалификации, должны выезжать. Молодежь в основном должна выезжать в какие-то другие регионы, в Москву, в Питер, в Казань, где школы, где есть школы. И практика, и теоретически они так больше. Я считаю, что чем больше будут выезжать, тем будут они более квалифицированными работниками. В ходе работы, когда бывают какие-то непонятные моменты, какие-то сложные вопросы с пациентами, всегда с любыми вопросами мы к нему обращаемся, и он всегда все попытается решить, пытается оказать помощь больным. Делиться знаниями с молодыми коллегами приятно, рассказывает наш герой. Несколько лет назад на базе РКБ были открыты курсы по хирургии для молодых специалистов. На занятиях больше внимания уделяли практической работе. Очень много было студентов. Приходили, ночью дежурили с нами, интересовались, ходили на операцию, смотрели, как мы осматриваем больных, как оформляем истории. Конечно, были, да. Борис Дантимирович был одним из тех, кто первым отправился в ковид-зону. Пациенты с подозрением на коронавирус попадали в приемное отделение. Дежурные терапевты, медсестры и санитары старались как можно быстрее оказать необходимую помощь. Работа вообще с ковидами, это инфекционисты, но у нас были терапевты. Все мы переучивались, мы все во время работы уже становились, изучали, что такое ковид, как и с ним бороться, все. Первое, что больным с ковидом, это нужно было, чтобы был кислород. Первое лечение – это кислород. Наша больница не вся была оснащена кислородными подводками. Благодаря нашей администрации они очень хорошо сработали. Где-то за неделю, за неделю-две установили кислородные точки во всех палатах. Мы развернулись быстро, вот как во время войны. Пациентов с поражением легких меньше 40% отправляли на амбулаторное лечение. Тех, у кого эта цифра была больше, госпитализировали. Не могли всю республику положить. Да, работала больница скорой помощи, и мы работали по ковиду. Но это недостаточно для всех больных. Мы не могли всех сразу с маленьким процентом положить. И был, естественно, отбор с большой процентнордностью мы госпитализировали. Ну, трудности были в том, что люди многие недопонимали, приходили полностью с семьями в приемный покой. Ну, это был очаг заболеваний. У нас все, они были без массы. Естественно, когда уже заходили, они тоже заражались. В условиях коронавируса многие врачи месяц сами не виделись с родными. Жить приходилось в гостиницах, которые специально подготовили для медперсонала. В редкие минуты свободного времени общались с родственниками по видеосвязи. Борису Дзентимировичу повезло немного больше. Он работал вместе со своей женой. По специальности она отоларинголог. Но в период пандемии, как и большинство врачей, прошла курсы и помогала в борьбе с вирусом. Если супруга у тебя медик, да, это такая поддержка. И понимаешь, и как-то на одном языке ты разговариваешь. Каждый день считали, чтобы было меньше, чтобы был спад уже. Когда же это закончится? Все были напряженные, все каждый день работали. Очень тяжело было. Я в этих костюмах сизах очень тяжело было врачам, санитаркам, медсестрам. Очень тяжело. И думали, скорее бы закончился этот ковид. Борис Дзентимирович – отец троих детей. Старшая дочь уже работает неврологом. Сын тоже выбрал медицину. Сейчас учится в Северо-Осетинском государственном медицинском колледже. А младшая дочь еще учится в школе. Но образ доктора уже примеряет, делится наш герой. Она так любит, естественно, перевязки, и там у нас с матерью ходит, и такая... Дома тоже давление померить, перевязку какую-то сделать. А так. Некоторые больны, несмотря на осознание обреченности, выздоравливают. Только потому, что уверены в мастерстве врача. Эту мысль озвучил в IV веке до н.э. древнегреческий целитель и философ Гиппократ. Но она не теряет своей актуальности и сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok